Мы с вами идем дальше. У нас следующий доклад Артем Рыбников, компания 1SB, приветствия. Он называется «Акулы бизнеса. Крупные клиенты и внедрение 2016 года». Артем Рыбников, попрошу. Спасибо, Ваня. Добрый день, уважаемые друзья, партнеры, коллеги. С многими из вас мы регулярно общаемся, многих рады видеть на этой конференции. Подходите на наш митинг-пойнт, 12 часов, если нужно пообсуждать что-либо касательно корпоративных внедрений. Я укажу направлением Enterprise, компания 1SBitrix. Хотел бы вам рассказать немножко о результатах и проектах, проектах ваших коллег, партнеров, которые мы вместе реализовываем, с которыми мы вместе работаем, клиентов, с кем общаемся. Также напомню про вопросы. К сожалению, в формате конференции «Завать опросы из зала» мы не разрешаем. Можно это делать через мобильное приложение, коллеги озвучивают. Не забывайте, пишите в стекбитрикс.conf, что-то мы отметим в фейсбуке, сами найдем и ответим вам на вопросы. В первом докладе Сергей Рыжиков вкратце упомянул о направлении. Действительно, в прошлом году мы показали хорошие результаты, был достаточно большой рост. Достаточно у нас там много есть индикаторов продаж. Рыжи по разным направлениям выросли по-разному, но везде был рост. По самым основным, по самым большим секциям мы выросли до четырех раз. Ну там, звучала уже цифра 300%. Особенный рост большой замечен в сегменте один из битрикс-энтерпрайз и крупных корпоративных порталов. Тысяч пользователей, вот в этих проектах больше. У нас по сравнению с 2015 годом увеличилось в два с половиной раза количество клиентов, с кем мы ведем коммуникации, общаемся, кого приводят наши партнеры и кто попадает в целом в поле нашего видения, в поле нашей коммуникации. Число коммуникаций увеличилось также значительно, даже большее число клиентов, потому что мы также очень плотно общаемся с текущими нашими клиентами. У нас есть некоторая программа заботы, любви к существующим проектам, клиентам, потому что требуется внимание, требуется постоянная работа, обновление, и это тоже занимает наше время, и работаем также над этим. Партнеры, которые активно работают в интерпрайз-сегменте, также их число увеличивается, здесь тоже имеем рост. Собственно, результат там менее интересен в этом смысле, результат более интересен в том, какие проекты, во что это вылилось в итоге в конечном счете. Я по традиции, я уже делал похожий доклад год назад, я разбил на несколько секций электронная коммерция, наверное, самый интересный сегмент. Почему? Этот сегмент связан с достаточно высокой конкуренцией на сегодня. В крупном корпоративном сегменте e-commerce играют и западные игроки, играет SAP, играет IBM, Oracle, Magento, с которыми мы постоянно сталкиваемся в тендерах. Этот сегмент очень важен. Более того, важный сегмент почему? Очень сложные проекты. E-commerce это те проекты, где Bittrex и вообще в целом платформа показывает то, как она способна справиться с нагрузками, решать сложные задачи, обрабатывать массу пиковых нагрузок, запросов и сложного функционала по расчету скидок, по работе с дилерами в B2C и B2B проектах. Вообще, как основной результат, наверное, мы сохранили лидерство вообще в сегменте крупных платформ. В сегменте платформ для крупных e-commerce проектов. На это лидерство покушались западные вендоры, продолжают покушаться, если это можно так назвать. Ну, конкуренция это здорово, это интересно, интересно в тендерах встречаться, интересно преимущество нашего продукта демонстрировать. У нас обдавленная e-commerce платформа, вы видели наши релизы, два релиза больших было в том году, еще мы планируем много представить. Замечательные, отличные проекты клиенты появились. Компания NVIDIA реализует Marketplace на 1S Bittrex. Компания Lenta продолжает развивать проекты наши текущие клиенты. Компания MTS, мы давно раз взаимодействуем с данной компанией, розничная сеть. Интернет-магазин MTS работает на Bittrex и сейчас обновился до Bittrex Enterprise. Еще идет перевод последователей многих сайтов и также здесь работают наши партнеры. Ну, давайте по некоторым проектам я пройду, отдельно подготовил слайды. Про ряд проектов, это, собственно, MTS, новая платформа, товарный каталог, многосайтовость, большой объем нагрузки, 6-7 посещений в месяц. И наши уважаемые коллеги из компании Lenta сейчас занимаются этим проектом и переводом его на Bittrex Enterprise. Компания Euroseat наш старый клиент. Мы давно с ними работаем. Очень давно они используют платформу 1S Bittrex, продолжают ее использовать. И более того, они в данный момент работают почти на последней версии платформы. Даже внедрили технологию композитный сайт. То есть в крупном бизнесе технологии внедряются запозданием. Это не так, там включил кнопку, сделал. Но достаточно работа была проведена. Там собственный штат разработки курирует и очень большие нагрузки. Компания Leroy Merlin является клиентом 1S Bittrex. Сопровождение и поддержку проекта ведет компания Greensight в сотрудничестве с Media5. Это крупнейшая DIY-сеть на платформе 1S Bittrex работает. Номер один в России, номер два среди всех мировых Leroy Merlin. И топ-10 среди всех DIY-сетей мира. Это достаточно крупный проект. Крупный большой проект и большое уважение коллегам, которые тянут эту большую работу. Из этого же сегмента, из сегмента строительства DIY, так его называют, компания Стройландия запустила интернет-магазин на платформе 1S Bittrex. Это более 30 магазинов в 23 городах. Товарный каталог 40 тысяч с ку, большие нагрузки 30 посетителей в сутки тысяч. Пластер и компания FACT реализовала данный проект за 3,5 месяца. Опять же, подтверждая то, что у Bittrex самый минимальный time-to-market на рынке интерпрайз-решений. То есть ни одно западное решение не сравнится с нашей платформой по времени запуска. Это очень важно для финансовой модели магазина. Это очень хороший аргумент продаж. Еще одна компания этого сегмента, компания SlavDom. Очень крупный проект, федеральный дилер стройматериалов. Очень здорово, что присоединяются к нам новые партнеры, которые также работают в крупном сегменте. Компания FACT реализовала данный магазин. Это B2C, B2B решения, 60 тысяч товаров, реал-тайм интеграции с 1S, мультисайт, много складовость и прочие характеристики. Опять же, большой проект. Если у вас будут проекты в этом сегменте, можете приводить примеры. Вообще, все проекты, которые я сегодня рассказываю, доступны. Компания Eldorado. Наш, опять же, давний. Мы, наверное, уже лет 5-10, я не знаю, сколько будет, рассказываем про этот кейс. Но, правда, проект отличный. То есть он работает до сих пор на платформе 1S Bittrex. Хотя было время, когда они пытались внедрить западное решение, не внедрили. И мы там по-режнему остаемся сейчас как платформа. Лидирующая сеть бытовой техники, электроники. Огромное количество серверов, кластеры, доработки. В данном случае работают компании Selenven, Kusoft, Agima, занимаются сопровождением проекта. Замечательный кейс, который реализовали наши партнеры, компания InfoSpice. Это региональная сеть doma.ru. Кейс интересен тем, что сначала сеть внедрила решение от IBM Commerce. Битрикс внедрила, оно заработало, но впоследствии оно было перенесено на платформу 1S Bittrex. Отличный, удачный кейс перехода на платформу 1S Bittrex. Куча интеграции с IP, Bittrex 24, 1S, система заказов в связке с Bittrex 24. Отличный проект. И я думаю, что в ближайшее время мы расскажем об этом подробнее с партнером, с кейсом. Еще одна наша гордость прошлого года вместе с компанией Korus – это сеть лента. Ну, вы знаете, лента, да, огромная сеть продовольственных товаров в России, куча магазинов, 165 гипермаркетов. B2B-решение на данный момент реализовано, но полнофункциональное, с личным кабинетом, с большим каталогом. Очень здорово, что данный проект реализован на платформе 1S Bittrex. Вообще B2B-проекты сегодня набирают популярность. Очень большой интерес партнеров и клиентов к B2B-решениям. Если B2C, e-commerce, B2C уже в принципе поляна такая известная, да, то вот проекты для дилеров только стартуют. Многие компании начинают осмыслять бизнес для дилеров в формате e-commerce. И здесь хороший также пример, кроме ленты, это компания Евраз. Наш партнер, компания Intervolga, реализовала отличное B2B-решение. Очень большой объем доработок. Посмотрите, какие здесь огромные списки, кастомные, огромные. Здесь какие-то графики, показатели, которые партнер получает, заходя в личный кабинет. Шикарное решение. Я считаю, что вам нужно посмотреть кейс, почитать, чтобы вашим клиентам рассказывать о подобных возможностях. Алкогольные сети, несмотря на то, что закон о легализации вроде как еще не вышел, хотя нам все обещают, но тем не менее активно развиваются, реализуют свои проекты. Многие в нашей обойме уже сейчас есть и планируют проекты запустить. Красная и белая сеть, компания X-Page. Опять же партнер, который раньше тоже не был в списке компаний, реализующих крупные внедрения. Это большой проект, большая сеть, тоже внедрена платформой 1S-Bitrix, Highload. Персонализация 1S-Bitrix, Big Data. А то многие спрашивают, вообще используются где-то. Да, используются, вот есть проекты, реально это работает, да, и приносит показатели хорошие. Ушли с самописанной CMS и в данный момент летит. Сеть Cari. Компания Aero поддерживает данный проект. Известный, наверное, всем вам Fashion Brand. Большой проект, ну я не буду сейчас деталей вдаваться, потому что уже рассказывал о нем год назад. Продолжается работа, новая версия. Ну посмотрите, вот некоторые показатели они достигли, опять же, во многом благодаря и платформе, и своей работе. Рост числа заказов в 3,5 раза и конверсии в 2,5 раза для магазина. Это очень много за истекший период, это офигенный показатель. И, что очень приятно, 50% людей совершают повторные покупки в этом магазине. Это очень большое, очень здорово. 2 миллиона посетителей в месяц. Сегмент ювелирный тоже не дремлет. E-commerce идет и туда. Опять же, компания Aero, московский ювелирный завод. Миллион товаров, на секундочку. Миллион товаров, это много. Это много, это хороший кейс для показа объема товарного ассортимента. И очень интересный кейс, мы о нем рассказывали на одном из бизнес-завтраков. Была даже онлайн-трансляция. Это сеть золота 585. Опять же, кейс интересен переходом западной платформы. Была куплена платформа Subhybris, но внедрен был проект на один из битриксов. Вот, 585. За три месяца реализован проект. Мультиканальные сценарии. Разработка ведется внутренней командой. Я считаю, что, опять же, очень удачный пример, как можно быстро запустить тот проект. Отличная работа. Я не о всех проектах, опять же, сегодня расскажу, не в каждом сегменте. Поэтому более подробно мы можем поделиться с вами индивидуально. Сайты и порталы для бизнеса государства общества. Много проектов разрабатывается каждый год на 1S Bittrex. На платформу переходят крупные государственные клиенты, крупные компании. Из трендов я бы, наверное, отметил вообще такой тренд консолидации сайтов в рамках какой-то компании. Например, компания Rosatom выбрала платформу 1S Bittrex и все проекты, собственно, переносят на нее. И это большое решение, кластерное, многосайтовое это реализуется. То же самое мы реализуем с несколькими другими клиентами. И страхование. Что интересно у нас было в том году и у вас, а то партнерские все решения. Компания DW реализовала ВСК, страховой дом, продажа полисов онлайн в полностью соответствии с законодательством, с новыми требованиями, которые появились. Компания IT-констракт, проект агентства по страхованию вкладов, кластерное решение, большие нагрузки и известный проект, опять же, в сегменте в данном. И абсолют страхование еще из этого сегмента тоже, если вы работаете, можете пройдите пример. Разработка компании Aero, отличный корпоративный сайт, красивый и функциональный. В финансовой сфере можно отметить, я уже буду немножко ускорять, листать проекты, по каждому из них нет возможности детально остановиться. Все кейсы мы стараемся публиковать на нашем сайте интерпрайза. Если что-то не найдете, пишите, мы поможем с подробной информацией. Сбербанк управления активами, компании AIS и KUSOV сотрудничество реализовали. И бюро Пирогова, сайт Восточный экспресс-банк. Еще один сайт. Но вообще в банковской сфере, наверное, Bittrex остается стандартом де-факто. Огромное число сайтов. Я в свое время делал топ 50 банков и смотрел, сколько на Bittrex у меня оказалось подавляющее большинство. То есть господство буквально платформы на этом сегменте. Автобизнес. Очень интересные проекты. Наверное, из наиболее, которые мне лично интересны, это проекты компании Codex. Компания «Отдельное решение» для автобизнеса в целом, для вендоров. То есть автопроизводителей, которые позволяют содержать сеть связанных сайтов, сайтов автодилеров, данных вендоров. Обновлять информацию на них, стандартизировать. Ну и в целом управлять этой махиной огромных сайтов, дилерских автосалонов, которые в итоге позволяют расти бизнесу. Отличное решение. Вот Nissan. У них много проектов. В прошлом году Nissan был запущен. Компания «Кусофт» реализовала проекты для компании «Автодом». Есть личный кабинет, есть подбор автомобиля. И еще можно отметить «Автоселект» для «Тойоты» и реализация компании «Гринсайт». Да, из крупного бизнеса отмечу проект компании «Мироторг», реализованный «Айс». Отличный визуально яркий сайт, видео, крупная действительно компания. «Ростелеком», который поддерживается в сотрудничестве с компаниями «Айс» и «Кусофт». И «Росатом», которые реализовали, опять же, компании «Айс» и «Артвелл». В данном случае была разработка сайта. Большой проект, у них большие лицензии, интерпрайз, много-много сайтов, кластер. В общем, все как по-взрослому, все как положено. И еще отмечу, наверное, один из старейших сайтов «Рунета» – сайт компании «Зиксель». Полностью был обновлен, работал наш партнер-компания «Гринсайт». И отличный пример корпоративного многоязычного сайта с большой разветвленной структурой. Государственные проекты, много здесь, опять же, работы. Очень специфичные проекты, очень много здесь взаимодействия. Шляпу снимаем перед компанией «Нота Медиа» за ведение проектов «Дид Москвы» вообще. И, в частности, за сайт Москвы, основной сайт «Мос.ру». Вы знаете, наверное, сейчас все госуслуги Москвы переводят тоже на этот сайт. Все будет с основного сайта, с «Мос.ру» находиться. Раньше у них был ПГУ «Мос.ру», сейчас они переводят и на основной сайт. В конце года был обновлен сайт Государственной Думы, переведен на кластерное решение на «Битэкс Интерпрайз». Реализовали компанией «АйТи Констракт», сотрудничество с компанией «Интара». И, наверное, отдельно я не стал приводить много скриншотов. Просто скажу спасибо компании «Артвелл». Они очень много работают в сегменте госрешений, госсайтов. Не такие известные масштабные проекты, но достаточно много. Порядка пяти-семи клиентов и проектов мне присылали, и есть много всего. Типовые проекты. Наверное, отмечу один из клиентов «Битэкс Интерпрайз». Это компания «Букскриптер». Он включает в себя интересный проект и магазин книг, с одной стороны, и возможность публикации, создания книг, работы. То есть такой масштабный проект, реализован собственной силой и своей разработкой этой компании. В социальной сети, да, такие проекты иногда бывают на «Битриксе». В данном случае сеть «Top Russian Bloggers», реализованная «Индивидом». Отличный пример, когда можно такие коммуникационные задачи решать на базе платформы. Ну и еще из интересных таких проектов. Отмечу «Ебазар». Может быть, вы детально не сталкивались. Клиент может быть не самый известный, крупный. Но вот зайдите сюда, в конструктор ежедневников, вы увидите просто нечто Unreal, которое можно сделать на «Битриксе» с кучей инфоблоков, с кучей связей. И можно конструировать полностью книгу себе и потом отдать ее в заказ. Интернет-порталы. Посмотрели с вами много проектов в e-commerce и сайтах, но фантастическими темпами растет число компаний, в которых внедряется «Битрикс 24». «Битрикс 24» — крупное решение, крупное внедрение. Я скриншотов не буду показывать. Сами понимаете, что скриншот интернет-портала — это нечто запредельное. То есть мы попадем очень конкретно. Некоторые логотипы с некоторыми компаниями. Мы уже выступали, рассказывали о них. «Роснефть» и «Окнефть» — наши клиенты. В прошлом году «Юморт» стал клиентом. Отмечу внедрение интернет в правительстве Москвы. Скоро об этом расскажем. Очень много интересного. МТТ, Мосгортранс, компания «Фьюжн», банк «Санкт-Петербург» и «БФА-банк питерский» реализованы компаниями «Корус Консалтинг» и «АРТВ». Отличные проекты. «БФА-банк» перешел с «Ширепойнта» на «Битрикс». Отличный пример опять же миграции. Вообще таких запросов очень много. В госсегменте очень много запросов. И коммерческие также понимают стоимость владения, преимущества нашей отечественной разработки, скорости внедрения, запуска. Ну и, конечно, фичи. То есть функционал «Битрикс-24», вы видели у релизы, он растет невероятными темпами. И компания «Медицина», «ТВЭЛ», «Инжиниринг», крупная производственная система, обслуживающая авиацию, компания «Атиконстракт» реализовала. Работаем с «Роскосмосом», с «Росатомом». В общем, много примеров. Наверное, отдельно хочу упомянуть. Мне очень понравился кейс. Это просто бомба. Реально. Реально бомба. То есть на проект, на продукте реализовала компания «АДВ» базу знаний для всего «Мегафона». То есть внутренний проект «Мегафона», который пользуется 30 тысяч операторов, 30 тысяч сотрудников, 20 тысяч, ну 20 немножко прибавил. Распределенный кластер, единая база знаний по всей компании. То есть звоните вы когда в «Мегафон», и вы спрашиваете, говорите, какой у вас тариф или какой регион. Автоматически подключается именно для этого региона, именно для этого абонента. Что у него сейчас есть, что ему дальше предложить, какие у него возможные проблемы. Это все собирается. Огромный конструктор связей, куча данных, прекрасное решение, пример того, что может быть реализовано на платформе, опять же. И по нагрузкам, и по структуре, и по интеграциям масштабу, наверное. Ну и хороший кейс просто в телекоме. Их не так много там, да, в телекоме, от «МТС», «Мегафон». Вот, и, наверное, отдельный класс решений я вообще выделил. Сергей уже сказал на первой презентации, что мы подумываем о Bittrex CRM. Но на самом деле мы с Романом сделали раздел на Enterprise про CRM давным-давно еще, еще год назад. Потому что совершенно четко был понятен сегмент. Когда приходит Enterprise и говорит, нам нужен CRM, нам не нужен портал. Нам не нужен Bittrex 24, нам нужен конкретно. И есть отдельный уже сегмент, фактически, рынка, отдельный сегмент, на котором мы работаем, представляем. Также есть примеры проектов. Вот тут, к сожалению, не можем о всех рассказать. Очень многие вещи закрыты NDA, многие проекты не разрешили нам пока публикацию. Крупные клиенты обязательно расскажем, я думаю, в следующем году. Альянс реализован, большой игрок на рынке страхования, компания Первый Бит. Компания MCR реализовали CRM-систему для Man Group. Это огромный международный холдинг. И компания Slavdom. Помните, упоминал Slavdom магазин. Но для них еще CRM. То есть магазин плюс CRM. Отличный кейс тоже спрашивает. А есть такое, что Bittrex и магазин и CRM, e-commerce? Да, есть отличный пример. И замечательный кейс компании Airtwe, Subway, которым реализована была не только CRM, но еще и замечательный сайт, связанный в итоге с системой продаж. Это только реализованные проекты. В три раза больше выполняется внедрений. Мы обязательно расскажем про них. Ну, тут, наверное, просто выведу наших чемпионов. Отличная работа. Коллеги, спасибо большое за проекты. Ну, реально, очень много приятных ощущений, эмоций ты испытываешь, когда ты просто видишь, когда ты работаешь. Спасибо, что вы появляетесь. Есть очень много новых имен, которых мы раньше не упоминали, но коллеги продолжают, начинают работу кто-то. И мы надеемся очень, что число их будет прирастать. Вообще, собственно, для чего я выступал-то сегодня? Я так вот ехал, когда, там, задавишься таким вопросом, а что сказать-то хотел? Ну, проекты хорошие, да, но я же все-таки там не продавать приехал, enterprise-клиенту, да, там, партнеры все в зале сидят. Все просто на самом деле. Ну, во-первых, Bittrex – крутая промышленная платформа. Да, на ней можно делать, реально, очень круто. Очень крутые проекты с нагрузками. Вот давайте просто начнем с уверенности в этом. Вот реально ее так не хватает порой, когда мы там встречаемся, навстречу ездим. Вот нет в глазах уверенности большой, да. Ребят, можно делать, да, огромные проекты, можно high-load делать, сложные, большие. Давайте начнем с этой и дальше. Цены. Да, это хороший бизнес. То есть на enterprise можно удобно зарабатывать. Цена лицензии enterprise начинается с полутора миллионов и заканчивается семью с половиной миллионами. Мы по-прежнему сохраняем стандартные партнерские скидки. То есть среди вендоров это крупных, это одни из самых больших скидок на сегодня на рынке. Партнер получает там свои 40-50%. Это совместные активности с вендором. Мы очень стараемся помочь вам в работе с клиентом, ездить на пресейл. Мы поменяли в том году программу по крупным внедрениям. Мы разбили ее на два уровня. На первый уровень стало попасть проще. Да, стало проще вообще начинать работу и дальше расти по этому направлению. Получать лиды. Есть программа защиты сделок, есть авторский надзор вендора, которым мы помогаем в проекте. Есть, конечно, замечательные продукты, с которыми не стыдно приехать клиенту, показать и рассказать. Поэтому будем рады, если тот, кто меня сейчас слушает, те, кто есть на слайде, будут с нами расширять возможность сотрудничества. Те, кого еще нет, придут к нам еще, и мы поговорим с вами, как можно получить. Наверняка меня будут смотреть, либо сейчас смотрят, либо в записи будут смотреть. Другие компании, партнеры, обращайтесь. Если у вас есть много ребят с горящими глазами, я с удовольствием будем с вами работать. Спасибо большое. Спасибо большое, Артем. Прекрасный доклад. У нас есть для тебя один вопрос, который я его озвучу. Артем, какие основные признаки следует выделить для рекомендаций клиенту Enterprise? Это один из популярных вопросов, но среди тех, кто внедрял раньше небольшие лицензии. Мы иногда шутим, что Enterprise нужно проводить просто так. Ты приходишь к клиенту и говоришь, Enterprise. Ты не говоришь, возьмите Enterprise, потому что это лучше бизнеса и так далее. Действительно, есть клиенты, которые знакомы с ассортиментом линейки продуктов в Битриксе, и которые задают вопросы. Есть совершенно четкие критерии отстройки. Это масштабирование, это вендорский надзор, это техническая поддержка расширенная. То есть есть конкретные пункты, по которым можно отстроиться, и если у вас есть вопросы, поэтому пишите, мы расскажем, детально поможем. Спасибо. И, Александр, здесь больше вопрос про партнерство. Мы передадим его контакты, вы пообщаетесь уже индивидуально. Да, коллеги, welcome. Пишите, заходите на сайт Enterprise, у нас в Битрикс.ру, там есть все формы, контакты, будем рады общаться. Спасибо большое, Артем. Спасибо.